И еще к теме людей с инвалидностью. По информации телеканала «Панорама ТВ», входящего в медиахолдинг «Тверской проспект», сегодня в России насчитывается почти 12 миллионов таких граждан. Для их поддержки государством предусмотрены различные меры, например, выплаты от 10 до 25 тысяч рублей. Их получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, которые проходили службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии. Военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР, граждане, получившие медаль за оборону Ленинграда. Также с 1 апреля повысят социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Их рост составит 8,6%. «Единая Россия» внесла законопроект о бесплатном двухразовом питании детей-инвалидов в школах. Из 17 миллионов российских школьников более 700 тысяч – это дети с ограниченными возможностями здоровья. Данный законопроект устанавливает единый для всех регионов подход к обеспечению детей с ограниченными возможностями здоровья двухразовым бесплатным питанием. Тверские жители тоже заботятся о людях с ограниченными возможностями здоровья, и поэтому рассказали, как должен измениться каждый город, чтобы быть на равных. Конечно же, это безопасные тротуары, дома, из которых можно спокойно выйти, и поездка должна быть без препятствий. Говоря о поездках, транспорт Верхневоложья в Твери сохранил льготы для детей-сирот и инвалидов. Льготный проезд для детей-инвалидов предоставляется при условии оплаты 302 рублей. Родитель, получающий на ребенка пенсию по инвалидности, оплачивает 302 рубля в месяц за проезд ребенка и такую же сумму за свой проезд.